В Тверском академическом театре драмы состоялся показ рождественского спектакля «Жар птица» театральной студии «Теремок» и парфиальной школы «Вами свидетели Тихона Задонского». Гостями представления стали губернатор Игорь Руденя, депутаты Госдумы Владимир Васильев, Юлия Саранова и Сергей Веременко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. На спектакли побывала и наша съемочная группа. Участники театральной студии уже не первый год выступают на сцене драматического театра. Такая традиция была заложена в 2022 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. В этом году вдохновением для спектакля «Жар птица» стала неоконченная пьеса Александра Островского «Иван Царевич», дополненная православными элементами, а также музыкальными номерами. Это получился такой определенный микс из русского народного творчества и Александра Николаевича Островского. Поэтому спектакль достаточно яркий, получился интересный. В этом спектакле много главных героев. Это и три Ивана, Коще Бессмертный, и Царь, и Царица Вера, и Царевна Надежда, и сама Жар птица. Нельзя сказать, что какие-то роли второстепенные. И вообще дети у нас не расценивают спектакль, не делят его на главные роли и на второстепенные. Всего в спектакле задействовано 33 актера разных возрастов. Каждая из них не играет, а проживает свою роль. Трижды за время спектакля приходится перевоплотиться восьмилетней Анне Горбенко. Я участвую в трех ролях. Это в Скаморохах, Кикимы и Восточной Косовице. Для меня самое сложное – это танцевать различные танцы, потому что я танцую целых три танца. Роль Кощея в спектакле досталась десятикласснику Афанасию Хентову. Как поделился молодой человек, его герой не столь однозначен. У него есть и положительные стороны. Что, не узнали? Думали, чаклы, таблеты? А нет, я в подвалах не сижу, на цехах не мешу. Вот и похорошел за триста лет. Берем сказку и добавляем к ней какой-то смысл. Добавляем православные мотивы, наклоны, которые раскрывают понятие, что добро всегда побеждает зло. И сказки заставляют задуматься и сделать какие-то выводы. После просмотра спектакля губернатор Игорь Руденя обратился к юным актерам и наставникам Тверской епархиальной православной школы имени святителя Тихона Задонского. Очень глубокая сказка, очень глубокая постановка. Я думаю, что каждый увидел что-то свое в этом. Мы все едины в одном, что такое богатство мы не можем хорить только у себя. Поэтому мы сейчас должны подумать и сделать, чтобы это мы могли показать еще и другим гражданам России. Митрополит Амбросия отметил, что в спектаклях иногда заключается больше смысла, чем в любых уроках. И поэтому работа над ними крайне важна. Когда ты учишь текст, когда ты общаешься с своими сверстниками, когда ты вместе работаешь, это намного лучше любых самих правильных и нужных лекций. Потому что в этом настоящая жизнь, и эта жизнь по-настоящему лучшая. Я хочу сердечно поблагодарить прежде всего наших маленьких, уже не очень маленьких артистов, которые уже не первый раз на этой сцене в рождественские дни преподают нам такой замечательный урок, где добро всегда, как в любой нормальной сказке, побеждает зло. Депутат Государственной Думы Владимир Васильев поблагодарил юных актеров, педагогов и руководителей театральной студии за спектакль. Я думаю, самое еще, что очень важное произошло, что наши артисты сегодня почувствовали, что их любят, их цель. За то, что они сделали, может быть, даже не совсем понимая, нам огромный подарок. Потому что искренность ребенка, ну, одного человека, если кто-то не обидится, ее не сыграли. Спектакль «Жар-птица» будет гастролировать по муниципалитетам нашего региона. Уже поступают просьбы сыграть его в различных учреждениях культуры. В частности, спектакль уже показали в Кашине. Продолжение следует...